Здравствуйте! 11 ноября исполняется 15 лет со дня принятия закона об уполномоченном по правам человека в Алтайском крае. Что удалось сделать за время существования института? Об этом мы поговорим с уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Борисом Владимировичем Ларином. Здравствуйте, Борис Владимирович! Здравствуйте! Вот если вспоминать те далекие годы, 15 лет, это получается 2001-2002 год? Да, в 2002 году был принят закон, и в 2003 был назначен первый уполномоченный по правам человека Юрий Александрович Веслагузов. Собственно говоря, с этого времени и начал работать наш институт государственной правозащиты. Если говорить о возможностях уполномоченного, его инструментарии, всегда возникает вопрос. Это больше представительские функции, или все-таки вам удается реализовать какие-то конкретные дела, программы, помогать людям? Ну, главная функция, вы совершенно верно подметили, отмечу, это помогать людям, защищать их права, и если они нарушаются, помогать восстанавливать нарушенные права людей. Вот за 15 лет мы посчитали, уполномоченным рассмотрено около 30 тысяч обращений. Да, в среднем 2000 обращений в год. В прошлом году мы получили 2011 обращений граждан. Поэтому по многим из ним, конечно, принято решение. Где-то это может быть не столь важной, несущественной, и несущественной была наша помощь, она выражалась в виде каких-то юридических консультаций, пояснений по тем вопросам, которые люди задавали. Но где-то это были очень серьезные проблемы, иногда, не побоюсь этого слова сказать, жизненно важны, когда жизнь даже в отдельных случаях висела у людей на волоске, и нам удавалось помочь. Борис Владимирович, но 2000, более 2000 обращений, да? А что, к чего они касаются больше всего? Это, не знаю, там ЖКХ, либо, допустим, из, может быть, мест лишения свободы. На что чаще всего люди жалуются? Ну, вот в последние годы больше всего обращений, связанных с социальной защитой, с нашей социальной политикой. Это предоставление определенных льгот тем, кому они положены по закону, гарантированы государством. Вот, например, вопросы с предоставлением санаторно-курортных путевок нашим инвалидам. До сих пор получаем большое количество. Почему? Потому что государство, государственный фонд социального страхования не обеспечивает всех нуждающихся нормально. Это и вопросы, связанные с размещением в наших социальных учреждениях людей. Буквально вот еще несколько лет назад в Алтайском крае были очереди для того, чтобы поместить человека в интернат для престарелых или интернат психоневрологического типа. Тоже очень важная проблема. Сейчас таких очередей нет, и эти вопросы решаются. Но люди, тем не менее, обращаются по вопросам оплаты, проживания там. Ну, а вторая беда, я ее называю третьей бедой России. Первые две, как известно, Гоголь определял. Третья беда — наше жилищно-коммунальное хозяйство. Вот больше всего, так скажем, обращений связано по вопросам жилищного законодательства. Я бы так сказал. Если раньше люди обращались, там не было тепла, воды, какие-то иные проблемы, то сейчас больше обращаются по вопросам получения жилья, опять же, отдельными категориями. По вопросу проведения капитальных ремонтов, качества этих ремонтов, по вопросам отселения из ветхого аварийного жилья. Почему? Потому что заработали государственные программы, люди видят, что реализуются они довольно эффективно. И сначала было некое недоверие, а теперь вот большое количество обращений с просьбой включить в эти программы, каким-то образом решить те или иные вопросы. Ну и, конечно, очень много жалоб на работу правоохранительных органов. Это жалобы, касающиеся уголовно-процессуального законодательства, возбуждения уголовных дел или, наоборот, отказ возбуждения уголовных дел от потерпевших. Но рассматриваем эти жалобы. Борис Владимирович, ну а сам механизм? Вот люди обратились с какой-то проблемой, ну, письменно или устно, да? Вы берете это на контроль, да? Значит, ваши помощники начинают изучать, да, видимо, эту проблему? Или вы выезжаете в район, да? Я так знаю, что будет достаточно много ездить по краю. У нас есть определенный алгоритм работы. Мы, полномочия, я хотел бы подчеркнуть, и это записано в законе, не подменяют своей деятельностью органы государственной власти и местного самоуправления. Я хотел бы подчеркнуть, что в соответствии с нашей Конституцией права и свободы человека составляют смысл деятельности органов госвластия и местного самоуправления. Мы лишь контролируем органы вот как раз по вопросам соблюдения прав и свобод. И если человек обращается в орган власти, а он не предпринимает меры, он имеет право обратиться к уполномоченному. Мы делаем соответствующие запросы, предоставляем возможность органу власти или должностному лицу представить свои пояснения, объяснения по этому вопросу. И только после этого делаем оценку, соответствует это их действие закону или не соответствует. Нарушают они чьи-то права или не нарушают. Если мы видим, что где-то орган власти всё-таки нарушает, и по нашему мнению, по, так скажем, заключению, которое делает уполномоченный, не предпринимает мер к восстановлению, то у нас есть один очень надёжный наш партнёр. И главный инструмент нашей работы – это прокуратура Алтайского края, которая по нашим запросам, а их, на мой взгляд, не так много, из двух тысяч мы где-то 80 отправляем в конечном итоге в прокуратуру. Но там каждая четвёртая 25% подтверждается, и по ним прокуроры уже принимают соответствующие меры. Борис Ильич, а чаще всего откуда люди жалуются, ну и просят помочь из города или из села? Ну или, может, одинаковое количество? Вы знаете, как-то пропорционально идёт. Ну где-то чуть больше третье – это обращение из города Барнаула, естественно, наверное. Из города Рубцовска очень много обращений. Ну, там проблем действительно достаточно много, и они такие застарелые проблемы. Хотя там тоже ситуация выравнивается. Мы недавно работали в городе Рубцовске. К вашему вопросу, выезжаете ли вы в районы и города? Да, мы работаем в городах и районах. Только вот за последнюю неделю мы три уже района посетили. Вот на следующей неделе будем работать в Косихе, в Зональном, в городе Белокуриха будем принимать людей. Одна из функций уполномочного, помимо рассмотрения жалоб конкретных людей, это содействие, совершенствование законодательства о правах и свободах человека. Вот за 15 лет мы посчитали, выдвинули 12 законодательных инициатив. И они, скажем так, довольно актуальны, и иногда нам получается притворить это в жизнь. Вот сейчас вот по многочисленным коллективным жалобам граждан мы боремся с проблемой так называемых пив-баров в наших домах, многоквартирных дворах. В каждом доме, например, это же пиво. Совершенно верно, это кошмар. По нашей просьбе, по нашей инициативе, поддержанной Барнаульской городской думы, законодательное собрание в прошлом году приняло соответствующее решение, к примеру. Или вот небольшой такой пример. Каждый год у нас 300 ребятишек, наших ребят, молодых парней, уходило в армию из наших средних учебных заведений, не получив диплома об окончании СУЗа. Такой разрыв получался. Да, вот две недели ему осталось закончить СУЗ, его призывали в армию. Кому он нужен был? Армии это не нужно. Там нужны дипломированные специалисты. Учебному заведению нет, они должны выпустить человека. Но вот благодаря такой активной совместной работе с депутатами, с коллегами из других регионов удалось изменить федеральный закон. Депутаты нас поддержали. Сейчас ребята до окончания учебы в армию не призываются. Когда он получил уже хорошую специальность, водителя, машиниста, связиста, повара, он идет в армию и спокойно служит. Борис Владимирович, ну, само собой возникает вопрос, обращаются ли к вам за помощью вип-персоны, которые у нас оказываются под следствием, скажем так, в СИЗО и прочее, прочее. Ну, мы довольно часто бываем. И наши учреждения исполнения наказания, колонии, колонии-поселения, следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, МВД, они на особом контроле уполномоченного. Вот. Для нас нет там вип-персон. Важное для нас это контроль, соответствие условий содержания в этих учреждениях, тем требованиям, они очень сегодня высокие, это требования европейского уровня, вот, с тем, чтобы там, по крайней мере, не унижалось достоинство человека. И, ну, надо нам всем понимать, что это не санаторий. Там очень жесткие правила внутреннего распорядка, там содержатся люди, преступившие законы, они наказаны от имени государства. Какие-то там особые условия содержания, в том числе и для вип-персона, они там не предусмотрены. Ну, и честно говоря, вот те нашумевшие случаи, которые у нас в Алтайском крае здесь были, и люди, известные краю, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, они особой активности по обращению к уполномочиванию не проявляют. Борис Владимирович, большое спасибо вам за такую содержательную беседу. Еще раз поздравляю вас с замечательной датой. Удачи вам. Спасибо. Я думаю, нужно постарать всех, кто занимается сегодня правозащитной работой у нас в территории Алтайского края, в том числе и многочисленный отряд общественников. Спасибо. Спасибо вам. Я напоминаю, что у нас в гостях был уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Владимирович Ларин. Спасибо за внимание. До встречи. Борис Владимирович Ларин. Борис Владимирович Ларин. Борис Владимирович Ларин.